Я приехала сюда замуж. Я замуж вышла и приехала. Думала, что вот выйду замуж, буду при мужа. Так что здесь не в Англии дело. Это была любовь, наверное. Не первая и, может быть, не последняя. Кто знает, всё в руках его. Была и всплыла. Они иначе чувствуют и думают. Вот говорят, что вот, любовь, она везде одинаковая. Люди, отношения во все времена, во всех странах, если чувство настоящее, оно всегда в одни и те же стадии проходит. Двигая. Мне кажется, что у англичан чувства и всё остальное, что связано с их рефлексией, всё, вся остальная рефлексия, это абсолютно две разные несовместимые и несприкасающиеся вещи. Они не добиваются женщины, они не делают во имя её, во имя своих чувств к ней, поступки. Ну, по крайней мере, я не знаю. Ну, разве что только в великой английской литературе. Там только можно это узнать, об этом прочитать. А в быту вокруг так всё заурядно, всё так заурядно, мне кажется. Мне кажется иногда, что они вообще и чувствуют иначе. Они к женщине, у них другое отношение к женщине. Не такое, как у нас, как нас приучили. Для нас, меня в частности, испортила великая классическая русская литература, где я привыкла считать, что мужчина во имя женщины должен, ну, должен, не должен, но делает часто, делает какие-то удивительные вещи, поступки, красивые, красиво ухаживает. Кстати, англичане, нет ни одного из них, который бы не назвал себя романтиком. Это такая эпопиющая неправда. Они так смешно понимают слово романтизм. Романтизм это у них с вечера, во время ужина. Ну, и поехать куда-то в какую-то страну отдохнуть, вот это у них романтизмом называют. А прагматизм они вообще не рассматривают как часть своей натуры там или человеческой натуры. Это их форма существования, это их формат. Они не выделяют это как в какую-то отдельную там, какое-то отдельное определение себя. Они так живут, они прагматичны по определению. Они не называют это никак. У них никогда не звучало слово прагматизм в отношении к ним самим. Мне кажется, что я нахожу, что они достаточно эгоистичны, эгоизм, мне кажется, он вообще возведен в ранг государственной политики. Мне кажется, что тут все построено на эгоизме. Ну, не знаю, разумным, неразумным. Наверное, это как-то, ну, как-то это определяется их национальным какими-то корнями, какими-то глубокими. Туда уходящие в такие жесткие времена, в эти холодные рыцарские войны, где каждый существовал сам за себя. Нужно было как-то... И потом вообще холод этот вот, холод, холодные страны, Северное море, он как-то формирует такой вот сам за себя и на себя только вот рассчитывается. Рассчитывает только на себя. Себя о себе, вокруг себя, и в итоге я могу заблуждаться, но у меня такое впечатление, что они очень эгоистичны, и поэтому, скорее всего, достаточно одиноки. Поэтому никогда, никогда первыми, как правило, не подойдут для просто празднового разговора с тампой, но если ты начнешь с ними общаться, они с большой охотой и очень активно поддерживают общение. Наверное, потому что вот в силу вот этого своего одиночества, эгоизма, не знаю, трудно сказать. Но то, что они эгоистичны, это точно. Я с многими встречалась. Просто очень эгоистичными людьми. Женщины, мужчины. Женщины меня потрясли. Они легко бросают своих детей. Это тоже эгоизм. Это какая-то... Что-то... Какая-то недоразвитая. У меня очень много знакомых мужчин, не лично моих, а просто обо многих знаю, обо многих слышала. Много разговоров, много знакомых, знакомых, знакомых. И вот во всей вот этой массе народа огромное количество мужчин, которые воспитывают своих детей. Мамы где-то, где-то уехали за границу, живут в других местах с новыми партнерами. А дети подросткового периода особенно, тинейджерского периода, возраста, воспитываются здесь с отцами. Или просто, живя с матерью, но в основном зависят и поддерживаются отцами. А чаще всего просто с отцами больше контакта и больше... Отцы выполняют уже вот какую-то роль такую вот, которую должна мать выполнять. Они более... Больше участия принимают в жизни детей. Это настолько для меня... А много просто знакомых, которые просто... Матерь, которые бросали свои детей. Мужу. И уезжали. Да, это скорее более номинальная, более материальная, какая-то финансовая поддержка. Но многие из них именно и участие. Но настолько, насколько это у них принято. Потому что у них все-таки существует понятие «моя жизнь, моя крепость». Не мой дом, а моя жизнь. Не вмешательство в дела другого человека, даже если члены семьи и дети. Это принято, это норма жизни. Поэтому часто дети идут по своим путям, тем, которые они сами порой выбирают себя. Очень часто дети в очень раннем возрасте живут отдельно от родителей. И тогда они, конечно же... Ну тут, конечно, еще и программы работают. Детям, подросткам, очень много таких поддерживающих программ финансовых. Студентов поддерживают, школьников. Я знаю мужчину, у которого девочка, дочка ушла от мамы, потому что мама вышла замужем другого человека. Ушла, значит, из семьи. И дочка не ладила с ней, потому что из-за ее партнера она вернула своему отцу. Потом и с отцом поссорилась. И тогда она была в старших классах училась. И тогда государство ей выделило квартиру. Кстати, у нее была подружка, мусульманка по происхождению, родившаяся здесь в Англии. А отец Арапии, он уехал на свою родину. Он обманом ее с собой забрал, якобы на отпуск. А потом выяснилось, что он ее не отпускает назад в Англию. Посадил там большой огромный какой-то дом, дом там на своей родине. И была проблема, как оттуда ее опять назад выручить. И вот этот самый отец, о котором я говорю, содействовал в том, чтобы вот эту жасмину вернули. И вот эта девочка, и его собственная дочь, и вот эту жасмину они получили по квартире. И жили самостоятельно. Это было 4-15 лет, ему по 15 лет. Они обе получили по квартире. Ну, насчет жасмина я сейчас не помню уже, как решился вопрос ее мусульманской мамой и папой. Мама англичанка, папа мусульманин. А вот в отношении наших героев, отца и дочки, она ветерком еще подбита. Подрабатывала, училась, подрабатывала в каких-то пабах. А вот он перестал за квартиру платить. Ну, естественно, пришлось ей вернуться к маме, потому что квартиру у нее забрали. Но, тем не менее, вот такие помощи все равно предоставляет государство и дает возможность. Если подросток имеет голову, если он способен эту помощь оценить и поставить сам себя на какие-то рецы, то государство в этом помогает, безусловно. Такое я знаю. Много разных программ поддерживающих. Хотя в последние годы что-то ужесточилось в их там новых законах. С новой правящей партией какие-то новые законы появились. Урезаются очень сильно. Очень сильно стали бомбить бенефиты, то есть поддерживающие. Мало, как-то, бедных, бедных людей, да, малоплачиваемых людей. Такие программы были очень широко использовались, то есть целыми семьями сидели на этих поддерживающих программах. Но сейчас с этим очень сильно активно борется государство с бенефитчиками. Насколько я успела заметить, столько предприятий закрывается. Ну, чаще всего это торговые предприятия закрываются. И нет, ни в коем случае не... Вообще официальная пресса утверждает, что вот в этом году столько-то новых рабочих мест. Неправда. Это неправда. Это просто неправда. Все производство ушло в Европу, насколько я понимаю. Конечно, здесь есть определенные базисные предприятия. В больших городах, наверное, да, в маленьких городах, в которых мы живем. Вот я, например, на маленького города. Это упадничество, полное упадничество. Даже торговые точки закрываются. А бенефиты просто обрезаются таким образом, что работают целые институты и учреждения по сбору информации, которая могла бы урезать бенефиты или вообще их лишить. Поэтому здесь идет огромная работа с этим. Так что те, кто хотят хлеба, манны с английского неба, это уже все. Это уже не работало. Работало. Мне кажется, работало, потому что кланами, семейными кланами сидели на бенефитах. Не только потому, что, наверное, не хотят работать, потому что просто негде работать. Особенно в маленьких городах. И в северной части Англии очень плохо сработаем. Весь финансовый бизнес, все деньги и все рабочие места, все это на юге Англии и вокруг больших городов. А маленькие города погибают. Погибают. Если погибают такие огромные предприятия, как порты с большой... как это называется, рыбоперерабатывающие промышленностью, предприятиями, вот это все уничтожается, это все демонтируется, это все приходит в полный упадок. Если это уже не нужно, лишаются многие тысячи рабочих рук, лишаются работы, то что тут говорить о общем положении английской общественности? Ничего хорошего тут нет в этом ихнем капитализме. Одно только слово. Разумный капитализм. Не наш, дикий. Ну не знаю, чем сильно большая разница между нашим диким капитализмом и их цивилизованным капитализмом. И тут безработица и там безработица. Может эти права не знают, мне кажется. А может быть, это права.